Психическое состояние президента Беларуси уже множество раз обсуждалось в экспертном кругу и большинство людей сошлись во мнении, что Александр Лукашенко и правда имеет психические расстройства. Еще в далеком 1994 году, перед вторым туром президентских выборов в Беларуси, справка о состоянии здоровья Лукашенко была похищена из архива Мигелевской областной психиатрической больницы, которая хранилась здесь с середины 1970-х годов. Впервые Лукашенко стало известно после окончания педагогического университета, когда он на встрече с первым секретарем обкома партии Леоновым уговорил его назначить его президентом колхоза. Лукашенко отправили на обследование, у него диагностировали мозаичную психопатию. В 1978 году директор областного управления общепитом Могилева, где Лукашенко работал секретарем ВЛКСМ, обратилась к главврачу больницы с просьбой показать психиатру за некорректное поведение. В 1982 году Лукашенко демобилизировали из армии и с тем же диагнозом мозаичная психопатия. Анализ личности Лукашенко выявляет ряд характерных признаков как параноидальных, так и антисоциальных расстройств личности, с переоцененным руководящим принципом самомнения, аффективной логики, подозрительность, безразличие к чувствам других, склонность к манипулированию, низкая терпимость к разочарованию и низкий порог агрессивного поведения, включая насилие, неспособность чувствовать вину и неспособность извлечь пользу из негативного опыта. Эти черты накапливаются и определяют общий психологический аспект конкретного человека. Психиатр Дмитрий Щехельский описал мозаичную психопатию президента, «Открыто обратился к народу и властям Беларуси на своей странице в Facebook во время последних президентских выборов. Около 20 лет назад я обратился к гражданам Республики Беларусь с заявлением, «Лукашенко на своем посту представляет непосредственную угрозу для всех граждан Беларуси и граждан соседних стран по психологическим причинам. Со временем всем стало ясно, что власть и ее содействие для Лукашенко важнее и ценнее, чем его собственная жизнь. Его не волнует жизнь подчиненных», — сказал психиатр. В интервью популярному изданию психиатр также заявил, что со временем ничего не изменилось. Он подметил, что Лукашенко просто сбросил маски в стрессовой ситуации. Также политтехнологи, которые поддерживали имидж Лукашенко, уже не справляются и вся пиар-шелуха отпала. Кроме того, Шехельский подметил, что Лукашенко по своему психотипу очень похож на других диктаторов, например Гитлера или Сталина. Последнему также ставили диагноз параноик. У Лукашенко схожая ситуация, он на подсознательном уровне держится за власть всеми способами, даже убирая возможных конкурентов.